Ароматы Терапевтического назначения Очень высокая вибрация И Очень хорошо, очень быстро Можно переключиться Вот сегодня мы попробуем Вы сами на себе это ощутите Можно очень долго разговаривать Я провожу обучение Езжу по разным городам Я и как и спикер, и как аромапсихолог Индивидуальные консультации У меня есть своя методика По которой я могу протестировать любого человека Буквально за 20 минут И сказать Скажем так О его состоянии В целом, о его запросе Сегодня Я вам сейчас раздам анкеты И буду давать Аромат Насив на бумажечку Вы его вдыхаете Ваша задача просто написать Ассоциацию Нравится он вам или не нравится И может быть Что он вам напоминает Может быть Какой цвет Где он у вас в теле Ну то есть максимально соединиться с ним С помощью вашего дыхания То есть мы вдыхаем С любовью Выдыхаем с благодарностью Это такой девиз Эфирных масел Ну что Будем начинать пробовать Я вам не буду говорить название Масла специально Чтобы у вас не было Никаких ассоциаций Изначально То есть Нанесу аромат Вы его просто вдыхаете И пишите в анкеты Которые я сейчас вам раздам Можно попросить Помочь Всем Ой Благодарю Ручка понадобится Да Карандашик Занесла аромат На карточку Сейчас карточка будет Передана вам И вы вдыхаете аромат И пишите Все что с ним связано Главное нравится он вам Или нет Наверное еще нужно Одну карточку Долго не нужно взаимодействовать Просто подышали Передали другому Знаете как говорят Можно обмануть Свой ум Но свое тело Не обманешь То есть Что вам тело говорит То и слушайте Куда пошел аромат Что он для вас Раскрывает О чем он для вас Если кто-то готов Можно поделиться Впечатлением Может быть кто-то угадал Но пока молчите Не говорите Название никому Это будет неинтересно Это чистые терапевтические Эфирные масла То есть Они ни с чем Не разведены У них очень Высокая летучесть И вот как определить Эфирное масло Например Натуральное оно или нет Возьмите просто Обычную салфетку Нанесите его И через 5 минут Если это натуральное Эфирное масло Его там не будет То есть Эфирные масла Не оставляют Пятен На салфетках То есть Если вы возьмете Какую-нибудь эссенцию Или разведенное Эфирное масло Что продается Обычно в аптеках То там Останется жирное пятно С помощью Например Натурального Эфирного масла Лимона Можно выводить Любые пятна Даже на шелковых тканях То есть Если вы Какое-то пятно Поставили Можно нанести Лимон Буквально на 5 минут И потом Просто замыть водой Его уже не будет Этого пятна Очень широкий спектр Применения Вообще Эфирных масел Терапевтических И в быту И как Помощь Нашей психике И так же Нашей физике Но на самом деле Если у вас Всегда Позитивные эмоции Хорошее настроение То ваша физика В принципе Не болеет Да То есть Лучше конечно Поддерживать Психоэмоциональное состояние Чем Потом лечить физику Это долго Нудно И в общем-то Никому не нужно Вот Сейчас очень много Инструментов Приходит В том числе Вот Эфирные масла Много всего Есть Чем мы можем Пользоваться Для того Чтобы поддерживать Своё состояние Давайте Кто хочет Поделиться Можно даже Сюда выйти И просто Вот Рассказать Ну ладно Понравился Приятный Нежный Хочется Ещё Добавить То есть Можно сказать Что он В двойном Плюсе Потому что Можно ставить Два плюса Можно ставить Один плюс Один плюс Это когда Нам просто Нравится И всё Мы можем Им дышать Или там Допустим Минус Это когда Ну так Два минуса Это когда Чем-то Очень сильно Воняет Напоминает Какую-то Не очень Приятную Ситуацию У нас Тут люди Присоединились Можно Дать Наверное Анкеты Да Дополнительно И Подышать Аромат У нас Сейчас Первый Аромат Был Кто Ещё Что-то Хочет Сказать Про Этот Аромат Просто Очень Интересно Знаете Когда Вот Вы пишете Ассоциации Не зная Вообще Про Аромат Потом Мы начинаем Ими делиться И практически У всех Они одинаковые Ну то есть Вот Поэтому Поделитесь Ну я вам буду Рассказывать Про Ароматы С точки зрения Аромапсихологии Да То есть У каждого аромата Есть свой ключ Психологический Так вот Это был аромат Бергамота Правильно Девушка Угадала Да Вот Про Что Этот Аромат Он Про Новое То есть Смотрите У кого В минусе Это значит Люди С опаской Относятся Ко всему Новому Очень Осторожно Туда Идут Да Очень Всё Досконально Проверяют То есть Они Любят Когда Вот Им Всё Известно Максимально Да То есть Они Ну Даже Как сказать Они не любят Даже Новое Можно Вот так Сказать А у У кого Например В двойном Плюсе Это люди Которые Постоянно Учатся Постоянно Им всё Интересно Новое Они Всё Изучают Они Любят Да Вот То Что Ещё Никто Не знает Может Быть Они Даже Это Привносят В мир Другим Людям И Бергамот Он Вот Если Например Он Очень Нравится Можно С ним Привлекать В свою Жизнь Что-то Новое То есть Вы Уже Устали Там Например Какие-то Новые Инструменты Привлечёт К вам Вот Таким Образом Понятно То есть Если Аромат В минусе Мы Им Не Пользуемся Потому Что Это Как Стучаться Не знаю Там Запертую Дверь Да Шишки Себе Набивать Зачем Очень Много Других Ароматов Которые Наверняка Сегодня Понравятся У нас Сегодня Будет Шесть Ароматов И Все Они Будут Цитрусовые Сразу Говорю Вот Но Название Говорить Не буду Заранее Давайте Ко второму Перейдём Вопросы Есть По Бергамоту Вообще Вопросы Если Есть Задавайте Да Да Долго Не Взаимодействуете Немного Подышали Передали Другому И Особенно Если Аромат Не Нравится То С ним Желательно Долго Им Долго Не Дышать То Что Я Раздала Вы На Листочках Можете Записывать Свои Ощущения Да Какие-то Ассоциации Можете Писать Цвет Аромата Можете Писать Где он У вас В теле Находится Да То есть Можем Посмотреть Терапевтические Масла Их Можно Они Настолько Очищенные Да Хорошие Очистки Их Можно Даже Внутрь Принимать То есть Есть Разные Схемы Приема Лечения Эфирными Маслами Но Я Этим Не Занимаюсь Этим Занимается Ароматерапия Да Ароматерапевты Вот Я занимаюсь Именно Переключением Сознания Человека С Одного На другое На позитив Переключаю Или Например Решаю Какие-то Задачи Которые Человеку Нужно Продвинуть В данный В данный В данный Момент Есть Запросы Распространенные Запросы Это у нас Реализация Это у нас Финансы И это у нас Отношения Это три самых Распространенных Запроса Ко мне приходят С реализации Те люди Которые Хотят узнать Своё предназначение Очень много Инструментов У меня С помощью которых Я вывожу Человека Я беру в коучинг Там и эфирные масла Там и генные ключи Там очень много Всего Комплекс И человек Выходит На своё призвание Это очень важно На самом деле Делать то Зачем вы сюда пришли Потому что Если вы не будете Делиться Своими знаниями Если вы не будете Их давать людям То в принципе Там дальше болезнь Разрушение Физического тела Поэтому очень важно Знать своё призвание Знать Зачем вы здесь Вот я помогаю Это осознать И в том числе С помощью эфирных масел Давайте делиться Что у вас С этим ароматом Кто готов сказать Самые активные В первом ряду Всегда сидят Это да Мне напомнил Какой-то запах чая Ощущения нормальные Но мне не хочется Больше взаимодействовать С этим ароматом Понятно Хорошо Скорее нолик А где в теле? Где-то Наверное Вот здесь Да Хорошо Я потом просто могу Проинтерпретировать немного Такая же ситуация Тоже здесь Да И не хочется взаимодействовать Хорошо А тут неважно Знаете как Вы не угадываете Название Вы главное Смотрите Как он на вас Воздействует Вот это самое главное Где он в теле Что он вызывает Какую эмоцию Может быть он пошел Вверх Может быть он пошел Вниз Что он вам дает Это ресурсный аромат Или не ресурсный аромат То есть вот так Аромат хороший Вообще Но лимонный Такой больше напоминает Вкус не кислый Не свежий Ну то есть вам понравился Да Хорошо Еще кто-то хочет сказать Передавайте микрофон Ассоциации какие-то Из детства Но они немножко Дурманищие Детство дурманищие Да Но что-то дурманищие Такое немножко Хорошо А вообще в целом Понравился или нет Ну хотелось бы тебе Им дышать Вот постоянно Знаешь Когда аромат нравится Мы его вдыхаем И мы не хотим С ним расставаться Просто у меня есть Это эфирное масло Дома Мне его подарили И я им не пользуюсь Не пользуешься А нужно иметь В арсенале Те масла Которые будут Твоим ресурсом И которые будут Давать тебе Силы Подъем В вибрации Твои поднимать Окей Это был Аромат лимонграсса Да Вот Если кто-то Его не узнал Значит Почему он Ну у кого он в минусе Почему это может быть Смотрите Мы У нас очень много Есть убеждений Таких негативных Деструктивных Деструктивных Которыми мы Себя очень часто Разрушаем Да И вот лимонграсс Он говорит о том Что нужно работать Вот с этими убеждениями То есть если он пошел в минус Да Есть убеждения Которые надо убирать А вообще Лимонграсс Это что такое Ну наверняка Многие были в Азии Да И знаете Кухню азиатскую Там везде Лимонграсс Там его просто везде Кладут Вообще В любые блюда Почему Потому что он Очень здорово Очищает Кишечник Он очень здорово Запускает Метаболизм Пищеварение И так далее Да То есть азиаты Очень умные На самом деле Вот Но если брать Растения Вообще Если сравнивать Вот некоторые Говорят Да я там Травку пью Я там Ну растения Себе в чай Завариваю Окей Там другая Вибрация У растений Потому что Это второй план Да Вот есть планы Бытия Если вы Может быть Слышали про это Да То растения Живут на втором плане А эфира На пятом То есть Вообще Абсолютно Разный уровень Да И разная вибрация Растениями Вы будете лечиться Очень долго Так же Как гомеопатией Так же Как я не знаю Не дай бог Таблетками Вот Но химию Я вообще Да Не воспринимаю А эфира Они вас Очень быстро Выведут На Ваше На ваше Ресурсное Состояние Значит Что еще Лемонграсс О чем он Вот Например Есть такие У кого он Прям вот Вызвал Ну Любовь С первого Взгляда Вот Да Лемонграсс Значит Можно с ним Проживать И можно Таким образом Вообще Лемонграсс Он Очищает Поле Да Он защищает От разных Излучений Радиоактивных Смотрите Когда вы Например Проходите В аэропорту Да Вот эти Вот Проверочные Турникеты Вот Если нанести Лемонграсс То скорее всего У вас Он вас защитит Вот от этого Излучения То есть максимально Можно защититься Ну и вообще Если вы хотите В принципе Почиститься Почиститься эмоционально То пожалуйста Используйте Лемонграсс Почему здесь Лемонграсс Значит Вот здесь У нас Могут Ну вот здесь У нас Собираются Деструктивные Эмоции Обиды Здесь Мы Можем Что-то Не досказать Что-то Не высказать Поэтому Если Лемонграсс Не понравился И пошел Сюда Значит Вот эти Чакры Нуждаются В очищении Да То есть Но не с помощью Лемонграсса Если он Не нравится А с помощью Других Эфирных Масел Их можно Подобрать С помощью Диагностики Диагностик Бывает Огромное Количество Значит Я владею Всеми То есть Есть диагностика Обонятельная Есть диагностика На аппарате Это вот такой Ну у меня Вот такой Маленький Компактный Я его Везде С собой Вожу То есть Я могу Просканировать Человека Да И как бы Понять Что В чем Он нуждается В чем Нуждаются Физика Психика И дух Вот И третий Вариант Диагностики Это мои Авторские Карты Мы сегодня С ними Поиграем Да Все любят Играть Наверное Мы все Дети Внутри Вот То есть Каждый Достанет себе Карту И посмотрит Ответ На свой Вопрос Ну если Будут Ко мне Вопросы Я это Могу Проинтерпретировать Давайте Дальше Наверное Да Ну все Сказали Про Лемонграсс Понятно Вопросы Есть Ваши задачи Сегодня Найти Самый Вкусный Аромат Это Будет Ваш Ресурс Самый Самый Вкусный Который Будет Вас Наполнять Будет Давать Вам Энергию Поднимет Ваши Вибрации Ну кто готов Делитесь Делитесь Интересно Опять Первый ряд Давайте Так У кого В плюсе В двойном Например Этот аромат У меня Здорово 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 И ощущение тепла Именно в ногах У меня было А потом В голове Очень приятный Аромат Ну я знаю Что это за аромат Но мне такого нет Пока Пока не говорим Очень понравилось Да Здорово Это третья чакра Да Я поняла Это коммуникации Сейчас поймешь Почему он Тебя туда ушел Есть у кого-то В минусе Плюс Минус Окей Ну если все готовы Я могу назвать Да Аромат Это грейпфрукт Узнали Или Да Нет Лимон Ну смотрите Что такое грейпфрукт С точки зрения Психологии Ну Ключей Это аромат Коммуникаций Почему он может Не нравиться Как вы думаете Вот почему Аромат Коммуникаций Может вызывать Минусовое состояние Да Правильно Если человек Контроверт Если человеку Приходится общаться Чересчур много Да То есть он постоянно У него работа С этим связана Может быть Да То есть он Просто начинает Ну ему Убегать от людей Уже да То есть он хочет сбежать Поэтому грейпфрукт Ему не нужен Потому что грейпфрукт В двойном плюсе У того Или в плюсе Кому наоборот Необходимо общаться Для того Чтобы Ну например Развиваться Для того Чтобы выходить На какие-то новые Уровни Да Вот Грейпфрукт Вообще Очень интересный аромат Его здорово Использовать Когда вы идете На переговоры Когда вы Хотите Например Познакомиться С человеком Вы можете На визитку Нанести Грейпфрут То есть 99% Что он Вам Позвонит Напишет Да И Переговоры Пройдут В вашу пользу То есть он Снимает Знаете Такое ощущение У людей Что вам Что-то Впаривают Вот То есть Ну Нанесли Грейпфрукт Дали визитку Там уже Не будет У человека Ощущения У него Вот этот аромат Вызовет К вам доверие То есть аромат Который вызывает Доверие Это Грейпфрут Да И который Способствует Коммуникациям То есть Если вы Не хотите Общаться Грейпфрукт Не надо Наносить Потому что На грейпфрукт Очень много Сразу Людей Собирается У нас Сейчас В диффузоре Грейпфрукт Кстати говоря Вот он Вот так Работает Да Ну Что Есть еще Какие-то Вопросы По грейпфруту Грейпфрукт Если Терапевтическое Значение То очень Здорово Лимфу гоняет То есть Если вы Хотите Массаж Ходите На массаж К какому-то Своему Массажисту То возьмите С собой Масло Грейпфрукта И просто Попросите Чтобы вам Сделали Массаж Именно С этим Маслом И просто Сравните Результат То есть У вас Уйдет Вода Лучше У кого Отеки У кого Вода Плохо Уходит Почему Грейпфрукт Идет В третью Чакру Потому что Третья чакра Это Коммуникации Это Наша Реализация И когда Например Третья чакра Слабая Мы можем Ее усиливать С помощью Грейпфрута То есть Наносить В чистом Виде Ароматы Ну Можно Наносить Конечно Если вы К ним Привыкли Если вы С ними Давно Но вообще Кто Начинает Только Я рекомендую Разводить Базовым маслом Оно Может быть Например Любое Только Без запаха То есть Не должно быть Ярко выраженного Никакого запаха Вообще Ну Такой Нейтральный Запах Вот То есть Вы разводите Например Там 30 капель Чистого масла Да И Ну Скажем 60 капель Вот этого Вот Базового масла И тогда Вы можете Наносить На себя Это Я говорю Про Чистые Терапевтические Масла Про Натуральные Эфирные Масла Не Про Эссенцию Не Про Там Какие-то Разведенные Масла Читайте Где вы покупаете Масла Обязательно Читайте Если там написано 100% эфирное Масло Это ничего Не значит То есть Там может быть 5% эфирного Масла Остальное Все разведено Да То есть Вот На это Обращайте Внимание Очень часто Знаете Этикеточку Заклеивают Специально Чтобы вы Не могли Прочитать Состав Тоже Я вот Прям Смотрю Но Если вам Будет Интересно Я вам Порекомендую Терапевтические Масла Фирмы Которые можно Которые проверены По крайней мере И мной И моими знакомыми Которые занимаются Давно Аромотерапией Вот Вопросы По грейпфрукту Есть Или дальше Идем Можно Есть Такая техника Называется Аромоплатье Я ее делаю То есть Там В комплексе Будет у вас От 7 До 13 Ароматов Это будет Ваш Собственный Аромат Я потом Дам Готовая Чтобы вы Поняли Как это Вообще Работает Чтобы вы Могли им Подышать Потому что Каждый Из вас Услышит Там Свою Нотку То есть Кому-то Это не Понравится Кому-то Понравится Но каждый Из вас Услышит Свой Аромат Тот Который Ему Нужен То есть Вот так Они Работают И Аромоплатье Оно Составляется Только Из Тех Масел Которые Вам Нравятся То есть Туда Можно С чем Надо Работать То есть Вы на это Обратили Внимание Да Вы это Знаете И дальше Вы с помощью Плюсов Выводите В плюсы То что Было В минусе Вот так Работают Масла Они Расширяют Наше Сознание То есть Если Брать Сознание Да Вот Плюсовые Масла Они Внутри Сознания Да Это То что Мы Воспринимаем То что Не опасно То что Нам Нравится Да И Не вызывает Никакой Опасности Если Минус Это То что Опасно Ну Например Была Какая-то Ситуация Связана С этим Ароматом И Наше Сознание Оно Просто Вынесло Запад Сознания В минус Что Делают Эфирные Масла Они Вот Эти Минусы Превращают В плюсы И Ваше Сознание Расширяется То есть У вас Было Вот Такое Ну Вот Такое Большое Понимаете О чем Я говорю Ладно Поехали Дальше Вам Может быть Дайте Листочек Чтобы Вы писали Так Просто Хорошо Ну Карточки Передавайте Кто Подышал Дальше Еще раз Повторю Ваша Задача Сегодня Выбрать Самый Ресурсный Аромат Который Будет Вас Расширять Наполнять Давать Вам Энергию Кто Кто Хочет Уже Поделиться Впечатлением Об этом Аромате Готовы Минус Плюс Минус Мне Наоборот Очень Понравился Аромат Наверное Почти Два Плюса Вкусный Сладкий Ушел Куда Тоже В желудок Здесь Лимонный Вкусный Тоже Такой На душу Идет Понравился Да Понравился Хорошо Хвойный Есть Минусы У кого То Среднего Знаете Не бывает То есть Нет Если Плюс Минус Это Минус Всегда То есть Мы Идем В сторону Все-таки Минуса Когда Я поняла Я поняла Но когда Знаете Вот Тело Тело Отторгает Но оно Не хочет Им дышать Значит Оно Вам Не нужно В данный Момент А не нужно Потому что Ну я Сейчас расскажу Почему Нету Отторжения Ну и Дышать Не хочется Да Ну понятно Ну сейчас Разберемся Ну вы там Себе пишите Самый вкусный Сегодня Выберите Вот Ну окей Значит Это был Лайм Да Лайм Знаете Такой аромат И Психологический Ключ Лайма Это Легкость Легкость Да То есть Насколько Легко Вы Воспринимаете Те события Которые Приходят В вашу Жизнь Насколько Легко Вы Владеете Информацией Насколько Легко Вы Соединяетесь С людьми Вообще Насколько Вы Легкие Если Если Плюс Минус Да То есть Здесь Не хватает Этой Легкости Нужно Чуть Чуть По-другому Учиться Смотреть На ситуации На мир В целом И вот Лайм Он помогает Очень Хорошо Дает Эту Легкость Но Опять же Тем У кого В двойном Плюсе Например Да Этот аромат Нужен Прям Вот Нужен Для того Чтобы ощутить Эту легкость Для того Чтобы стать Еще Легче Да Вот У кого Просто В плюсе Вы можете Пользоваться Можете Не Пользоваться То есть Это Уже На ваш Выбор Лайм Он Ну С ним Очень Хорошо Отпустить Какие-то Знаете Тяжелые Ситуации То есть Вот Он Реально Расслабляет То есть Вы пришли Домой После Какого-то Там Тяжелого Дня Вот В диффузор Накапали Лайма И У вас Состояние Буквально Через 5 минут Просто Переключится Вы Вы себя Не узнаете Вот Так Работают Ароматы И Потом Когда Вы Пользуетесь Ароматом Нежелательно Использовать Никакие Синтетические Духи Понимаете Да Что Натуральные Ароматы С синтетикой Это Бомба Замедленного Действия Будет Для вас Расскажу Ну Вот Например Есть девочки Которые Работают Там В литуалях В ревгошах Да У них Через 3 месяца Гормональный Сбой Ну Происходит Они Не понимают Что с ними Происходит То есть У них Они не могут Забеременеть Многие Да После этого Почему Потому что Синтетика Разрушает Наш Организм Да И даже Вот эти Нишевая Парфюмерия Которые Вам Там Очень Хорошо Всем Рекламируют Да И говорят Что там Эфирные Масла Натуральные Ничего Ничего Подобного То есть Там Минимум Там 30 тысяч Стоит Да Ну То есть И потом Никто Это В массовое Производство Не запустит Никогда То есть Вот это Вот Арома Духи Натуральные Вот Даже Вот В Арабских Эмиратах Где они Говорят Что у них Там Натуральные Они Ненатуральные Поверьте Там От Натуральных Очень Ну У меня Были Случаи Когда Девочкам Наносили На лицо Якобы Там Да Стать Красивыми В Арабских Эмиратах Они Потом Просыпались Вот С такими Глазами Да Со Щелочками Вот То есть Ну То есть Там Синтетика Используется Все Удешевляется Да Синтетикой Натуральные Эфиры Они Если Действительно Это Терапевтические Масла Они Не могут Быть Дешевыми Да То есть Вы Не можете Купить Масло Например Того же Лайма За 200 Рублей Или за 500 Рублей Но Это не масло Лайма Будет То есть Лайм Он Допустим 5 Миллилитров Но Его Не бывает 5 Миллилитров Он 15 Миллилитров Обычно То есть Цена Ну 2500 Это Вот Такая Это Самая Низкая Наверное Вот Ну Ладно Дальше Продолжаем Дальше Дальше Тем Кто Пришел Вы Просто Взаимодействуете Да С ароматом И можете Написать Свои Ассоциации Какие-то С чем У вас Связан Этот Аромат И Обязательно Нравится Он вам Или Не Нравится Да То есть Что Он У вас Может Быть Вызывает Какие Чувства Где Он В теле В каком Месте В теле Он Находится Ну То есть Вот такие Вот Вопросы Можете Себе Позадавать Может Какой Цвет У этого Аромата Какой Вкус Да Хотелось Бы Вам Его Съесть Или Нет Ну То есть Вот Такие Вещи Спрашивайте Себя Кто Хочет Присоединиться Присоединяйтесь У нас Еще Два Аромата Не Не Стесняйтесь Ну Это Вообще На самом деле Узнаваемый Аромат Я Надеюсь Его Все Практически Узнали Хотя Тут Конечно Были У кого-то Минус Есть Один Минус Больше 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 Это Больше Минус Это Апельсин Аромат И Психологический ключ Апельсин 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 Контакт Со Своим Внутренним Ребенком Что Такой Внутренний Ребенок Все знают На самом деле Внутренний Ребенок Это Наша Душа Вот Зачастую Мы ее Не слышим Мы не знаем Что она Хочет Мы Слышим Ум Да Ну Так Вот У многих Заведено Что Ум Сильнее Особенно Мужчины Да Они Логики Вот Апельсин Он Дает Возможность Услышать Ваши Истинные Желания Знаете Как Определить Истинное Желание И Неистинное Ну То есть Которое Идет От Эго От Мозга Рассказать Ну Вот Смотрите Вы Представьте Что Ну Вот Вы Что-то Хотите Да Все Мы Что-то Хотим Всегда У нас Много Желаний Надеюсь У всех Много Желаний Потому Что Если Нет Желаний Человек Это Можно Сказать Депрессия Да Вот Когда Мне Человек Говорит Что У меня Нет Желаний Это Человек Находится В Депрессивном Состоянии И Нужно Оттуда Выходить Чем Больше У вас Желаний Тем Лучше Почему Потому Что Желания Формируют Наши Цели Если У вас Нет Желаний Значит У вас Нет Цели Сейчас Ну Вообще То Я Рекомендую Уже Писать 300 Желаний Раньше Говорило 100 Сейчас 300 Вот Пишите А у Некоторых Это Вызывает Такой Стопор Как 300 Вообще Вы Что Ну То Я Не Говорю Что Их Надо Написать За 2 минуты Сесть Вы Берете Тетрадочку Себе Красивую Чтобы Вам Было Приятно С ней Взаимодействовать И пишите Каждый день В настоящем Моменте Что У вас Это Уже Есть Можете Даже Прям Мелкие Подробности Писать И Дальше Вы Садитесь Такие И Представляете Что У вас Уже Это Есть И У Некоторых На Лице Знаете Такое Что По Телу Видно Что Тело Не Принимает Тело Не Хочет Этого Ему Вообще Это Не Надо Вообще Если Душе Не Нужны Деньги У вас Не Будет Если Душе Нужны Деньги Они У вас Будут Вот Так Это Все Работает Если Вам Для Реализации Что То Надо Вам Это Дадут Вот Так Быстро Очень А Если Вам Это Не Приходит Значит Это Желание От Ума Оно Вам Сейчас Не Нужно Вот И Поэтому А если Вы Испытываете Радость Когда Вы Представили Что У вас Это Есть Подъем Энергии Пошел Почувствовали Что У вас Пошел Подъем Значит Это Ваше Истинное Желание Я Вас Поздравляю У вас Нет Разногласия Между Мозгом И Душой Поэтому Нужно Стремиться К Гармонии Чтобы Я Не Говорю Что У Всех Это Здорово Практически Я Наверное Не Встречала Людей У которых Все Прекрасно Все В балансе Но На самом деле Мы Сюда И Пришли Чтобы Этот Баланс Выстраивать Есть Три Единства Такое Психика Физика Дух И Если У нас Что-то Съезжает Например Мы Не Обращаем Внимания На Физику На Что Мы Идим Как Мы Спим Где Мы Живем Ну Просто Нам Пофиг Ходим Там Непонятно В чем Физика Страдает Все Физика Начинает Болеть Если Мы Например Бывают Знаете Такие Духовно Прокаченные Очень Люди Они Много Знают Может быть Действительно Другим Помогают Но Они Бедные На Грани Бедности Негде Жить Нечего Есть И Так Далее Это О чем Говорит Перекос В Физике Да То есть Нужно Физику Заземляться Нужно В общем Заземление Наше Все Мы В общем-то На землю Пришли Да И Многие Такие Говорят А что Мне тут Делать Я пойду Там В медитациях Посижу Вот Уходят В эти Медитации А потом Такие Оба А я же Ничего Не делаю А мне Вообще Реализовываться Надо Я вообще Сюда Пришел У меня Какие Задачи Есть Ну Такое Осознание Я знаю Много Практиков Которые Сидели В медитациях По 10 Лет Где-нибудь В Гималаях А потом Они спускались На землю Они понимали Что Ничего Хорошего Не будет Дальше Если они Будут Так Продолжать Спускались На землю И В результате Приходили К своему Призванию К тому Зачем Они Сюда Пришли Приходило Такое Осознание Ну Кому Может Надо 10 Лет Посидеть Это Пожалуйста Гармонично Все Развивать И Духовный Аспект И Психологический Аспект И Физический Аспект То есть Все Чтобы Было В комплексе И Чтобы Мы Про что Не забывали Вот Вот так Представляете Как апельсин Столько Информации Вам Выдало Обычный Апельсин Который Казалось бы Самый Простой Аромат На самом Деле С него Я рекомендую Начинать Взаимодействие С эфирными Маслами То есть Если вы Хотите Пойти В этот Мир Ароматов Открыть Для себя Новый Инструмент Который Будет Прокачивать Ваши Ресурсы Про Ресурсы Все знают Что это Такое Здорово Ресурс Имиджа Знаете С чем Связан Напрямую С Ресурсом Любви Если У человека Не прокачан Имидж Значит Страдает Отношение Автоматически Ну Ладно Что еще Вам про Апельсин Рассказать Ну Апельсин Можете Носить С собой Я не слышу Очень Полуслышно Возьми Микрофон Что вы имеете Ввиду Имиджа Имидж Это то Как подает Себе Человек Внешний вид Начиная От прически Заканчивая В чем Он одет Подача Это подача Но Многие Просто думают Что это Не важно Это важно Это очень важно Понимать Как ты Как тебя Видят Другие Говорят Что Да Там Пойдежки Встречают На самом деле Да Доля Правды В этом Есть Давайте Дальше У нас получилось Семь ароматов Сегодня Да Это последний Дышим Пишем Взаимодействуем Сегодня Будет Какой Аромат В плюсе Нет Мне Такой Первый Раз Правда За мою Практику Это Первый Раз Чтобы Ни Один Аромат Не Был В Плюсе Это Это Последний Это Последний Но Всегда Есть Надежда Их Очень Много 243 Аромата В моем Арсенале Я Уверена Что Что-то Тебе Понравится А Цитрусы Смотрите Это Защита Ну Это же Цитрусы Из чего Делают Из кожи Да Из кожуры А что Такое Кожура Защита Вот Перестань Защищаться От мира Но Это Так Мир Добрый Хороший Люди Хорошие То есть Аффирмация Такая Все будет Замечательно Нет Можно через Другие Ароматы Просто Это Проработать И Посмотреть Но Мы Мы Сейчас Не будем Наверное Углубляться Захотите Придете Индивидуально Да И Поработаем Вот Ну что С этим Ароматом Кто-то Хочет Сказать Скажите Что Напомнила Да Мне Напомнила Лимон С чем-то Древесным И с чем-то Цветочным А Про что Он Для вас Именно Нравится Он вам Мне понравился Да Мне захотелось Его и нанести На тело И попробовать Хорошо Можно еще Сказать Где он В теле Например Да В какой Части тела Для меня Просто Такой Приятный Милый Цитрусовый Аромат Достаточно Легкий Но не в плюсе Да Ну не в большом Просто в плюсе Да Понятно Не в двойном Наша задача Найти Самый вкусный Аромат Да Помните Это как раз Будет ваш Ресурс Да Через который Вы можете идти Ваша сильная Ваша сильная сторона Все Еще кто-то Хочет сказать Про него Минусы были У кого-то Скажите Минусы Это я поняла Ну вы там себе Помечаете Над чем надо работать На что обратить внимание Очень понравилось Прям очень Очень здорово Очень Сейчас расскажу Почему очень Он где-то в сердце И в животе одновременно Ну это лимон Правильно Да Назвали его Это лимон Значит Психологический ключ лимона Это наши Границы Физические Смотрите У кого в двойном Плюсе Тому необходимо Свои физические Границы Отстаивать Защищать Расширять Да То есть Не допускать Туда людей Которые Знаете Есть такие люди Паразиты Ну и так далее Вампиры Ну их по-разному Можно назвать Да Энергетические Которые На вас Очень плохо влияют Да И вот Они просто Забирают Вашу энергию И вот Лимон Лимон Он очень здорово Защищает вас От таких людей То есть Если вы хотите Чтобы ваши границы Были защищены Можете Наносить масло Лимона На точки Витафлекс Да Носить в аромакулоне То есть Вот Я сейчас расскажу Применение эфирных масел Кратко Много способов Разных Есть Есть аромабраслеты Аромакулоны Это Ну в чистом виде Вы туда капаете Три-четыре капли В день Утром Днем Можете подкапывать Да И Целый день Ваш Этот аромат Он работает С вашим полем Да Он поднимает Ваши вибрации Чистит ваше поле Наполняет вас Энергией Аромат лимона Он вообще Про энергию То есть Если например Лимон в минусе Это нехватка энергии Да Это Ну Помимо того Что это еще и нарушение Физических границ Идет Да С какой-то стороны Возможно А возможно Это просто Нехватка энергии То есть Вы настолько уже Ну может быть Долго не отдыхали Вымотанной Я не знаю То есть вам Вот Аромат лимона Он возвращает Энергию Он вообще Такой стимулятор К действию Вот У кого он просто В плюсе Ну значит В данный момент Как бы у человека Все нормально Да И он может его Ну использовать Может не использовать Но вообще Желательно выбирать Те ароматы Которые выходят В двойной плюс Да Потому что Они организму Нужны В данный момент Да Для чего нужны Я вам ключи сказала То есть Делайте просто Выводы свои Вот Давайте так У кого Сегодня Ну скажем так Один только аромат В плюсе В двойном Только один аромат В двойном плюсе Ну или два аромата В двойном плюсе Да Два аромата Какие ароматы Лайм Лайм Бергамот Вот можно И лайм И бергамот Вместе смешивать Да Это будет Очень вкусно Вот То есть Вот эти цитрусовые Их можно Вместе смешивать Если очень захочется Да Вот Ну как еще Применяются масла Вот перед вами Стоит диффузор Да Это Он не нагревается То есть Если вы поднесете Руку Да Там пар Он не нагревается Многие боятся Вот там У меня ребенок Обожжется У меня собаки У меня кошки Это абсолютно безопасно При том Что вот этот диффузор Он сам выключится Когда там кончится вода Туда наливается вода Капается Пять-семь капель И у вас Комната ваша Наполняется Молекулами Счастья и радости То есть Это Очень хорошая Вам поддержка Да Ароматы Это поддержка Это один из инструментов Который вы можете Взять себе В поддержку Есть ароматы разные Есть стимуляторы Есть расслабляющие Есть адаптогены Да Есть гармонизаторы Очень много направлений Ароматов Да И нужно Ну Задача аромапсихолога Выявить то Что В чем нуждается психика И вот сейчас Я вам продемонстрирую Я вам дам свои карты Авторские Да Вы вытащите Вытаскиваете одну карту Просто себе записываете Тот аромат Который вы вытащили Я потом могу Проинтерпретировать Если кому-то неудобно Можете подойти ко мне Ну Индивидуально это сделать Да Чтобы Я как бы не рассказывала Всем тут Вот Карты Одни Поэтому Вытаскиваем Записываем Кладем обратно Без разницы Вообще В принципе Женщина левый Мужчина правый Ну А там как хотите Для меня нет Никакой разницы Ну Это так Если вы хотите Чтоб я вам ответила На этот вопрос Потом Кладем обратно Да Его Просто себе записываем Нет Сначала Нужно Положить Обратно В стопку А потом Дать другому Человеку Вытащить Да Потому что Очень часто Группа Которая собирается У меня вчера Было Было Мероприятие Там практически Все Вытащили Лемонграсс Практически Все Это знаете Как поле Работает То есть Я вас не зря Собрал на этом Корабле Да Ну То есть Это вот про Анекдот Так что Сейчас будет Очень интересно Посмотреть Что у вас Выедет Лемон Лемон Да Они работают У меня Форматы Значения Сразу Это про вас Да То есть Это То что Вам нужно Сейчас Вот в данный Момент Принять Осознать Также Эфирные масла Они используются Как духи Арома духи Но В разведении Да Такой Роллер Я сейчас Вам его Пущу Вот Вот сейчас Я передала Аромат Где 13 Компонентов Находится Это называется Арома Если хочется Нанесите Но вообще Если нравится Можно нанести Если не нравится Не надо наносить То есть Аромат должен Нравиться Вот прям Запомните Это Если вам Аромат Не нравится Значит он Вам Ну не нужен По какой-то Причине Сейчас То есть Сознание Не принимает Да Он в минусе Не надо Через это Эти Хотя я знаю Многих Сейчас есть Ароматерапевты Которые пытаются Через минусы Дать Человеку Да Вот В работу Ну я не знаю Вы как бы Сами для себя Решайте Что Ну вам Комфортней Все-таки Дышать тем Что вам нравится Или Или дышать тем Что вам не нравится Думая Что вам это поможет Ну как бы Вот Можно так Конечно Все мы разные Поэтому У всех По-разному Работает У нас Пять минут Да У нас Пять минут И будет Следующий Спикер Поэтому Если есть Вопросы Какие-то Вот эти Карточки Там есть Мои Мои Координаты Там есть Мой телефон То есть Пожалуйста Кому Нужно Будет Звоните Пишите Пишите Письма Ну вот У меня Есть Визитки Кому Надо Да Возьмите Можете Прям Подойти Взять А Я не знаю Вот в записи Вообще Да Запись Запись Будет Не знаю Где Наверное Скажет На канале Век Да Я вас всех Благодарю За то Что вы Сегодня Время свое Посвятили Ароматам Они Вам с Благодарностью Ответят Я уверена Вот И Всем Желаю Здоровья Счастья Любви Спасибо 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 Спасибо